Новый корпус МРТ у Могилёвской больницы худкой допомоги. До вращения унадзенных пытаний у ЖХРУ региона долучилась Федерация профсоюза в Беларуси. В первую очередь, жёнки лучших працанных агропромысловых комплекс у Могилёвщины отримали веншивание. Насыщенным выдался тыдень для уходного региона и больше подробностей в нашем дайджесте. В городском поселке Круглое ушановили лучших работниц АПК. Это 40 женщин самых разных профессий за всём Могилёвской области. От операторов малышно-товарных комплексов до бухгалтеров, которые унесли значную вклад в развитие предприемства у районов и региона. А кроме экскурсийной программы с наведыванием туристичной жемчужины миколаевских сажилок, удельники мероприемства окунулись в советскую эпоху, дякуючи уникальному музею, где собраны раритеты этих часов. И приняли удел в урочистости узнагородживания специальными дипломами и гоноровыми грамотами за делом профсоюза и Белорусского союза женщин. Посещали Круглянскую среднюю школу. Директор провёл нам очень интересную экскурсию. Очень понравилось. Мы тоже впервые. Всё впечатляет. Подобные мероприятия должны развиваться, они приобретать должны больший масштаб. В конце концов мы проводим конкурсы «Женщина года». Я имею в виду Белорусский союз женщин. И у нас есть даже и вглубь сельчанка. И я думаю, что Могилёвская область должна быть примером для остальных регионов. Тый день исходного региона прошёл под гидой правовых приёмов. Громадян консультации давали юристы Белорусской Федерации профсоюзов. Относены помешанными мальниками и работниками выражения жилёвокоммунальных проблем. Звышенные колопытания, с которыми звертаются люди. Могилёв, Бавруйск, невеликие районные центры охоплены такими сустрэшами. Специалисты на местах, на предприемствах, в организациях ладят такие сустрэши каждый опошний час вверх месяца, працюя интернет-портал. Абсолютно все граждане, члены профсоюза и не только могут получить консультацию, квалифицированную юридическую помощь по трудовым вопросам, по социально-экономическим вопросам. Хочу подчеркнуть, что эта правовая помощь абсолютно бесплатна. Лечебные диагностичные послухи для Жахарова Могилёва стали больше доступными. На базе городской больницы худкой допомоги открытый новый корпус. Тут разместилась администрация и сучастный магнитно-резонансный томограф. Он станет незаменным помощником подчас экстренной диагностики, например, потерпелых у дорожно-транспортных здоровьях. До того ж не только дорослых, а и детей. Проект реализованный, дякуши поддержки Министерства охоты здоровья, что год послухами МРТ смогут крестаться до 10 тысяч Жахарова Могилёва. В этом аппарате используется самое последнее программное обеспечение, которое используется в абсолютной оси в мире. И в Америке, и в Японии, и в Европе. Мы при той же самой скорости обследования имеем в 4 раза лучшее качество. А это точность диагностики, правильность лечения и конечный результат. IT-хелс, IT-здравоохранение, оно будет занимать достаточно такое серьезное место. И в этой части мы сегодня подходим к реализации проекта Всемирного банка. Со следующего года начнется, так скажем, конструктивное решение основных проблем электронного здравоохранения, построения той площадки, на которой будет происходить как накопление, так и обмен информацией. В 20-ти годах по Братимских Советам, по Межмогилёвам и Тулой отзначено культурные подеи. В музее-этнографии пошелась выстава, где продемонстрированы 12 уникальных старожитных комплектов «Жанночего оденья» российской губернии, музея-заповедника Куликова поля. Традиционные костюмы с юнацтва достало гаузросту для буднего, обрадовых и святушных мероприемствов. Экспонатам больше за 100 годов. Создание разного образа предусматривают эти разные типы костюмов. И мы здесь видим тоже сарафаны различные по конструкции, по форме. Можно прям досконально изучить. До того ж, подчас выставы можно поспробовать себе о якости ткашихи и попрацовать на соправдным старожитном станку. Субтитры создавал DimaTorzok